Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это четвертый выпуск новостей Прехисторик Кингдом. Итак, до обновления 11 остается ровно два дня и сразу самое сочное. Помните новое животное, секретный динозавр, о котором долго рассуждали? Встречаем, платоозавр становится вторым новым видом для обновления 11. В отличие от своих родственников, зауроподов, представленных в игре, этот триасовый динозавр был двухногим. С короткими передними конечностями и острыми когтями, ученые наблюдали чрезвычайную изменчивость размеров у взрослых особей платоозавра, что делает этот вид особенно разнообразным, ведь полностью выросшие особи имеют довольно большой разброс в размерах. Ну что же, посмотрим, каким он себя выдаст в игре и изучим его детальнее. Ну а прежде, чем мы продолжим, советую вам подписаться на группу ВКонтакте Прехисторик Кингдом, где вы также можете кучу информации получить по данной игре. Я, кстати, там. Все ссылки в описании. Кстати, спрашивали про боевки в игре. Будут и охоты, и драки. Драки подразумеваются в случаях, например, борьбы самцов за самок или разделения территории между крупными хищниками, ведь охота как один из вариантов пропитания для животных. В обновление 11 будут добавлены несколько новых закулисных объектов и предметов. В связи с тем, что скоро появятся сотрудники, разработчики хотят предоставить еще несколько предметов, чтобы сделать зоопарк более натуральным. Обратите внимание, что маленький инвентарь уже имеется и будет только дополняться. Надеюсь, что будет в будущем полное взаимодействие с предметами хозяйственного инвентаря. На протяжении многих лет заборы и ограждения накопили много технического долга из-за того, что у них был один из самых старых кодов в игре. На самом деле они были настолько старыми, что фактически предшествовали модульной системе строительства, поскольку персоналу довольно скоро понадобится доступ к вольерам. Было два варианта развития. Или наложить, так сказать, пластырь на старый код и переделать заборы в будущем, или переработать ограждения, но отложить обновление 11 до 10 мая. Выбрали второй вариант. И чуть больше, чем за неделю, наши замечательные программисты не только перестроили систему ограждений с нуля, но и улучшили производительность и добавили поддержку модульных ворот для персонала. С технической точки зрения эти новые ограждения гораздо более пластичные в размещении и плавные при строительстве. Также с ними сможет взаимодействовать персонал и подключаться ворота. Еще про обновление ограждений. При размещении ограждений они теперь будут сталкиваться и привязываться к существующим секциям, а не проходить сквозь них. Максимальная длина сегментов увеличена, что упрощает создание круглых вольеров. Также появился новый индикатор линии, который появляется при достижении максимальной длины. При касании существующего сегмента угловая привязка теперь использует его локальное направление, а не сетку по умолчанию. Это означает, что если вы строили заборы под странным углом и решили использовать привязку к углу, например, 45 градусов, 90 градусов, игра автоматически учтет это. При замене материала ограждений предварительный просмотр теперь осуществляется в режиме реального времени. Круто! Модульные элементы ворот для персонала могут быть прикреплены к ограждениям, обновляясь в режиме реального времени, то есть временные ворота. В конечном итоге они позволят персоналу проходить вольеры, как только они будут включены в обновление 11. Все это не только ускоряет рендеринг, но и занимает гораздо меньше памяти. Благодаря этой новой инфраструктуре в будущем нам будет намного проще решать такие задачи, как обслуживание ограждений и механики побеги животных. Эти улучшения были необходимы в течение долгого времени. Я очень рад, что наконец-то они сделали это. Еще в обновлении 11 обновится питомник животных, обновится дизайн и добавится некоторый интересный функционал. Ну а собственно скоро мы это все увидим с вами на стриме. Палец вверх, подписка на канал и колокольчик, и комментарий. До новых встреч, пока.